И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Хабаровск вновь вышел на субботнюю акцию. Вновь звучали лозунги в защиту Фургала, за отставку Путина, Россия будет свободной, в защиту жителей города Находка Приморского края, где собираются строить очередной завод, который полностью нарушит экологическую обстановку в этом городе. Помимо этого люди начали скандировать лозунги за отказ вакцинироваться от коронавируса. В общем протест продолжается, а не собирается утихать, несмотря на ставленника Путина Дегтярева из президентского резерва. Народ требует справедливости и защиты своих прав и свобод. Заметил, что пропутинские СМИ продолжают активно дискредитировать протест, заявляя, что там никого нет, что люди перестали выходить, конечно же все это ложь, народ все видит и в век электронных технологий скрыть реальное количество участников довольно трудно. А вот такие методы Кремля по дискредитации протеста вызывают еще большее отторжение к властимущим со стороны народа. Вчера, кстати, появилась информация, что в Рио губернатора Хабаровского края Дегтярев предложил вернуть чиновникам региона возможность летать в командировки бизнес-классом за счет краевого бюджета. Для того, чтобы вы понимали, скажу, что стоимость билета в бизнес-классе может достигать 170 тысяч рублей, а полет в экономе порядка 13 тысяч с копейками. Но буквально сегодня Дегтярев назвал это фейком. Также появилась информация в сети, что правительство Хабаровского края сняло с торгов государственную яхту «Виктория», которую в 2018 году поручил продать тогдашний губернатор региона Сергей Фургал. Об этом пишет издание «База» со ссылкой на соответствующий документ Министерства имущественных отношений. Говорится, что такое распоряжение исходило от Дегтярева. Яхту, изготовленную в Тайване, власти Хабаровска купили в 2006 году. На тот момент регион возглавлял Виктор Ишаев. На балансе краевой администрации она находилась почти 8 лет и обходилась бюджету ежегодно в 600 тысяч рублей. Сергей Фургал, ставший губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, распорядился продать яхту. В правительстве уточняли, что Фургал посчитал яхту ненужным приобретением. Как Дегтярев отреагирует и на эту новость, тоже интересно посмотреть. Но что-то слишком он разошелся. Такое ощущение, что он сел в кресло Фургала для того, чтобы путинским чиновникам сделать приятно, создать комфорт и безбедное существование. Ну и раз мы коснулись коронавируса, то также напрягает информационная активность около путинского окружения. Заметно увеличилось количество пугающей информации по этому поводу. Что не может не настораживать. Они начали активно пиарить вакцину и уже заявили, что российскую вакцину в первую очередь будут колоть группам, входящие в зону, в группу риска. Врачам, работающим зараженными пациентами и пожилым людям. Сейчас первый противовирусный препарат, с их слов, проходит последнюю стадию испытаний. Регистрация вакцины запланирована на 12 августа. Но меня, конечно, возмущает, что первыми на этот эксперимент тащат пожилых. Такое ощущение, что хотят сэкономить на выплате пенсии в будущем. В общем, путинский режим одним словом. Ну что ж, а мы видим, что протестный Хабаровск продолжает выходить, продолжает поддерживать всю страну, призывает всех россиян к поддержке. Мы видим, что и другие регионы и города выходят. Были митинги и в Владивостоке, и в других городах России. В общем, мы видим, что и люди тоже поддерживают. Я не могу сказать ничего за Москву. Сами вы видели, что там практически ничего невозможно сделать. Стоят космонавты, которые даже пикнуть не дадут. Даже просто пройтись по улицам не дадут в поддержку Хабаровского края. Но, тем не менее, я вижу, что люди хотят уже собираться в будущем. И скоро мы анонсируем новое мероприятие, которое вот планируется провести. Ну, пока не будем об этом говорить. Надеюсь, у людей, которые его организовывают, получится. Ну что ж, на сегодня, на данный момент, вернее, все. Мы обязательно скоро встретимся с вами. Не уходите с нашего канала и следите за нашими новостями. Всего доброго, до новых встреч.